Этот ролик мы начнём без предисловия, потому что мне просто хочется орать. Здрасте, вы на канале Сейна. Подонки! Все хотят наебать! Все хотят наебать! Всех же заебала реклама, да? Блогеры её пихают везде и вообще мать родную продали. Все улицы засраны рекламой, ТВ-передачи, а про соцсети вообще лучше не говорить. И вот, казалось бы, дай любому человеку возможность избавиться от всей этой рекламы, и он тут же это сделает. Правда? Это не так. И вот почему. Видите ли, пока вас раздражает реклама, миллионы людей буквально распространяют её каждый день по сотне штук и делают это абсолютно бесплатно, не получая за это ни копейки. Знаете про что я? Ну, например, про ёбаные стикеры ВК. Ну, мало того, что это абсолютно безвкусное говно само по себе, оно ещё и наполовину состоит из рекламы. Вы видите вот эти вот хуёвины каждый день. Их рассылают в общие чаты, в переписочки, делают скриншоты с ними. Оно продолжается, продолжается и продолжается и продолжается. И конца и края этому не видно. И давайте сделаем оговорку. Если вам 12-13 лет и вам нравятся стикеры ВК, то всё нормально. Но вот если вы старше, то, скорее всего, у вас проблемы с развитием чувства вкуса. Оно где-то давно остановилось и с тех пор пылится и гниёт. Нужно с этим что-то делать. И как раз на этой неразвитости чувства вкуса и на этом отсутствии уважения к себе и играют маркетологи. Представьте, насколько проблемно запустить любую рекламную кампанию. Там, выпустить ролик на телевидении или на ютубе. Это же нужно найти людей. Кампанию, которые это придумают, напишут, утвердят, после этого снимут. А это всё актёры, операторы, режиссёры огромной команды. Всё это ещё нужно смонтировать, свести, добавить графона и дальше отдать людям, которые это будут распространять. Это так сложно. А тут можно просто засунуть свой логотип в какой-то образ, который пародирует какой-то древний мем из интернета. Но только он его не повторяет, то есть не оставляет его изначальную суть, а упрощает, убирает из него мат. Делает всё, чтобы он стал максимально рафинированным. И подходящим абсолютно подо всё, но на самом деле просто безликим. И продаёт её вам. И дальше вы бесконечно пересылаете это друг другу. И мало того, люди распространяют эту рекламу бесплатно, а некоторые потом берут и за такое же говно, только другого цвета, отдают ещё свои деньги. За стихеры ВКонтакте. Но это ещё не предел говноедства или рекламоедства. Есть же ещё ТикТок. Знаете, я-то туда не совался. То есть, когда он появился, я посмотрел, что там делают, и понял, что всё, окей, это не моё. Там короткий какой-то говноразвлекательный контент, я к этому даже не притронусь. Но я только недавно, когда готовился вот к этому ролику, узнал, что там люди танцуют под рекламные песни. Это, блядь, способ распространения рекламы в ТикТоке. Какой-нибудь бренд, как, например, так покупали Авито или Рибок, не суть важна, какие именно бренды, они берут, делают песню, такую крутую, танцевальную. И устраивают челлендж в ТикТоке. И после этого люди, вот весь свой вот этот вот творческий потенциал, всю вот эту вот хвалёную свободу интернета, про которую все постоянно говорят, что вот здесь у нас ничем не ограниченная площадка, у нас у всех здесь свобода творчества, весь вот этот потенциал, они сливают в то, чтобы танцевать под рекламные джинглы. В мире новых открытий, попробуй с Авито, попробуй с Авито, попробуй с Авито. Есть такой ресурс, база, они завели канал на Ютубе, и да, они прокремлёвские, но конкретно про ТикТок у них вышел очень неплохой ролик, в котором они рассказывают про то, на каких контрактах и по какому принципу вообще работают и монетизируются блогеры в ТикТоке. И это просто бесчеловечные условия. Я как Ютуб-блогер, вот по сравнению со мной, они просто каторжные работники. И вот эти самые рекламные песни, часть из них, они делаются за деньги. То есть действительно, ТикТокеры профессиональные, они получают бабос за то, что танцуют под рекламные треки, а после этого их аудитория делает то же самое бесплатно. Так вот, знаете почему, несмотря на вот эти вот жуткие условия, люди продолжают там существовать и тратить уйму своего времени на то, чтобы производить там контент? Это своеобразный налог на тупость. Так как ты не можешь монетизироваться и делать что-то в социальных сетях, где уже есть нормальный контент и требуется конкуренция, ты идешь вот туда, там к тебе относятся как говну, тебе ничего нельзя, тебе могут забанить за любую хероту. Опять же, советую посмотреть ролик базы. Но зато можно не стараться, не развиваться, не пытаться как-то обновить контент в интернете, а работать просто на том, что вот люди смотрят на танцы. Раньше создавать хэштеги и тем самым запускать челленджи мог вообще в принципе любой желающий. Однако Китай изменил ситуацию и теперь коммерческие хэштеги могут запускаться только с их разрешения, то есть фактически только за деньги. Стоимость одного хэштега это 80 тысяч долларов. Может я просто ютуб-блогер и смотрю слишком со своей колокольней, поэтому там люди вот из другой социальной сети кажутся мне какими-то неправильными. Но опять же, вспомните, как относятся к рекламе на ютубе за нормальную объявленную интеграцию. Людей очень часто сжирают просто, при том как в комментах, так и другие блогеры. Там же это считается окейно. И при том, это даже не в контексте, что фу, продался, а в контексте фу, чего стоит ваше творчество. И раньше, когда я видел, что люди бесконечно там кривляются и танцуют под откровенно, ну просто, ну пиздецкие идиотские треки, ну просто невозможно тупые. Это можно еще было хоть как-то свалить на чувство вкуса, да, что просто мне такое не нравится, им нравится. Но в действительности-то им и похуй, подо что танцевать. Это вот бесконечное тыц-тыц-тыц на его пони может быть, как текст про клуб, трах, любовь, вот это вот все. Так может быть и реклама чего угодно. Им без разницы. И мне кажется, что они тем самым обесценивают свой контент, потому что они сами не видят ценности в этом контенте. Они не считают, что это что-то безвкусное. И эту безвкусицу продолжают нормализовать и пропагандировать. И если вы думаете, что это вот наше поколение, просто вот такое тупое, то нет. У этого всего есть истоки. И я вижу, что у этой безвкусицы есть свои корни. Знаете какие, например? Безвкусная одежда. Вот никогда не понимал людей, которые, допустим, находясь вот в магазине Найка, когда перед ними висят вот рядом футболки одна там, однотонная, да, вот одного цвета, и на ней с краю вот маленький логотип Найк. А вторая, она вырвиглазная, и на ней на всю футболку огромная надпись Найк. Они выбирают вторую. Вот эту вот, которая превращает вас в огромный ходячий рекламный щит. А это считается абсолютно нормальным. Вы видите тысячи таких людей на улицах, и в их голове это ведь какой-то стиль. Цепочка. Три миллиона, нахуй, Гуччи. Смотри. Дело в том, что у нас не типа всего два-три магазина, да, на весь мир. Сейчас есть бесконечное количество самых разных брендов, которые отражают самые разные идеи. Бренд уже не просто название, а всегда какая-то идеология внутри этого. Это не должно быть обязательно что-то очень сложное, но, как правило, люди, когда одеваются, вы же, опять же, одежда-то, блядь, не с неба падает, вы же ее сами покупаете. Выбирая одежду, я, например, одеждой отражаю свою принадлежность к чему-то. Или там вот люди, с которыми я общаюсь. Например, скейтеры носят определенные бренды, волейболисты и лыжники носят другие бренды. Есть даже бренды вот для феминисток, монки активно эту вот повестку эксплуатируют в своей одежде. Но что несут в себе? Шмотки типа цветастой футболки Най. НИЧЕГО! Зачастую люди, которые одеты вот как такая разноцветная капуста, это отражает то, что в них ничего и не было. Еще лучше это видно на примере канала Дымоход. Я не перестаю их упоминать, потому что это, по-моему, просто вот такая, знаете, сублимированный дебилизм. Это вот то, что, мне кажется, лет через 10 люди будут изучать в своих научных работах как уникальную тупость. Скриншоты, которые вы сейчас видите, я не сильно напрягался, чтобы их найти. Я не типа отсмотрел тысячи роликов, нет, просто вот я подряд открывал последние их видосы и скринил оттуда чуваков. Эти люди одеты за сотни тысяч рублей. Они потратили на свой просто внешний вид, конкретно на один лук больше, чем люди тратят на свою жизнедеятельность типа за год иногда. Но при этом они выглядят охуительно безвкусно. Вы просто вот на это посмотрите. Но это же пиздец. Это не имеет ничего общего ни с элегантностью, ни с утонченностью, ни с сочетанием, блять, цветов элементарно. И эти чуваки, которые потратили на шмот огромные бабки и люди, которые купили просто футболку с огромной надписью Nike, они делают примерно одно и то же. Они пытаются одеться в яркие названия, кричащие логотипы, чтобы в них появилось хоть что-то интересное, хоть что-то привлекательное. Одежда не отражает их внутреннее, а наоборот пытается закрыть отсутствие внутреннего ярким внешним. Уже тысячи раз в интернете говорили про секонд-хенды, про маленькие винтажные магазы, и поэтому я не вижу смысла делать про это отдельный ролик, и вообще особо об этом распинаться, но я, например, почти не покупаю новой одежды, исключение разве что там обувь и нижнее белье, просто потому что, ну, блядь, трусы секонд-хенда это слишком. Но все остальные вещи можно с легкостью найти в винтажных шопах. Прямо сейчас вы смотрите на ассортимент магазина моих друзей, который называется Nothing New. Ребята находят стильные олдскульные вещи часто именитых брендов и продают их по доступным каждому ценам. И надо ли говорить, насколько эта одежда круче той, что предлагают вам масс-маркеты? Ассортимент постоянно пополняется, но каждая вещь уникальна, и вы вряд ли увидите такую же на ком-то еще на улице. К тому же, покупая одежду в винтажных шопах, вы не поддерживаете перепроизводство, и это по-настоящему разумное потребление. В общем, ссылка в описании. Да и даже если не говорить про секонд-хенды, я постоянно натыкаюсь на новые и новые крутые локальные бренды, которые вот буквально позавчера появились, которые делают действительно необычные интересные шмотки. И покупая шмотки у них, вы не поддерживаете очередную корпорацию, которая на самом деле насрать на то, как вы выглядите, особенно насрать каким-нибудь масс-маркетом, типа H&M, Pull&Bear и Тыры-Пыры, потому что у них вообще нет никакого стиля изначально. Они просто то, что было модно, то, что вошло в тренд там в прошлом году, они это пережевывают, упрощают, делают производство дешевле и продают вам вот эту вот полуфабрикатную моду, и вы в итоге сами выглядите как полуфабрикаты. Хотя, купив одежду у вот этого вот небольшого бренда, вы только поддержите начинающих крутых чуваков, которые запарились, чтобы сделать интересные, не похожие на все остальное шмотки, заложили в них настоящие идеи, а не просто сделали очередную конвейерную тряпку. Но давайте вернемся к рекламе. Я не виню бренды, важно понимать, что логика действий компании, бизнеса, она совершенно не такая, как человеческая логика, и если люди покупают, то бренд будет производить. В России очень спорно наличие института репутации, и люди смотрят на статистику, а по статистике отлично работает тикток, по статистике отлично продаются вот эти вот цветастые футболки, и при том ты можешь поставить на футболку цену как в косарь, так и в 100 косарей, и на каждое найдется свой придурок. Но этим роликом я хотел не только лить говно и желчь. Важно понимать, что в офисах пиар-агентств сидят не только какие-то отшибленные дебилы, которые только и делают, что заказывают рекламу на тиктоке. У нас очень много талантливых, инициативных, и действительно заряженных крутыми идеями пиарщиков, и я подготовил для вас порцию эстетического наслаждения. То, что вы сейчас видите, это не какой-то модный журнал, а это инстаграм-аккаунт обычной петербургской пышечной проект рекламного агентства Setters. И вот скажите, повернется ли у вас язык сказать, что эта реклама вас раздражает? На этот инстаграм-аккаунт люди подписываются тысячами, хотя он целиком состоит из рекламы. Почему? Потому что это просто эстетически красиво. А вот работа той же студии с брендом 100 Lato, который, опять же, на первый взгляд совершенно совочный. Но вот, что из него сделали Setters. А вот пример совершенно другого использования рекламы. Это фестиваль Red Bull. Суть фестиваля в том, что люди ежегодно строят самые безумные летательные объекты и испытывают их на специально подготовленной площадке с самим Red Bull. Люди миллионами смотрят эти видео и сотнями участвуют в этом фестивале. То, что это реклама Red Bull и то, что сам Red Bull организовал, об этом они думают в последнюю очередь. В первую очередь это увлекательно. И вот такой должна быть реклама. Она не должна раздражать, вызывать желание закрыть ее и куда-нибудь убрать. Реклама не должна производить впечатление, что она лишняя. Она должна становиться неотъемлемой частью. И тогда бренд воспринимается позитивно. И с каждым днем это понимает все больше и больше рекламодателей. За поиск материала отдельное спасибо Маше Галафеевой. Так что, друзья, хорошая реклама есть. И опять же, бренды не виноваты в том, что они покупают вот такую вот отвратительную рекламу. Проблема в том, что она работает. Но это все до поры до времени. В самой рекламе нет ничего плохого, к тому, что зачастую она может быть вот настолько шедевральной. Так что, цените хорошую рекламу. Это справедливо. и справедливо. Шлите нахуй плохую. Также шлите нахуй стикеры ВК, потому что ну прям заебали. И подписывайтесь на мой закрытый паблик. Туда входит стоит 5 долларов и там я постчу музыку, книги, фильмы и куча разного еще крутого контента вот прям лично от меня. Еще есть шикарный камерный канал, где выходит интервью с молодыми актерами. Еще есть мой обычный паблик ВК, мой супер охуепиздрительный инстаграм. И вообще спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки.